Итак, мы сегодня начинаем второй септенер. Вторую сегмицу. И на самом деле это будет по сути второй круг по тем же самым картам, потому что я уже говорил, что позиций бывает только 7, но они бывают в трех различных модальностях. Поэтому по большому счету мы находимся сегодня в позиции мага, позиции первой карты, но смещенного относительно самого себя. И вот куда он смещен? И о том, что первый септенер я определил как септенер, имеющий отношение к маскам, кликам. Это именно различные возможности для нашей идентификации. Мы можем проявлять себя как император, мы можем проявлять себя как маг, или попасть в ситуацию выбора, когда мы становимся выбирающим. Либо нас каждый другой и общество в целом воспринимает как выборовших, как тех, кто занимает ту или иную нишу, как тех, которые того или иного добились и так далее. Это естественно, в данном случае речь идет об аркане последнем, аркане лесниче, или выборовших, что одно и то же. Теперь же мы попали в совершенно иную ситуацию, ситуацию медианта, ситуацию между. Это второй септенер. И заметьте, если первый и третий септенеры различные авторы интерпретировали по-разному. Кто первый называл телом, а последней душой, духом. Кто, наоборот, третий называл телом, в общем, для этого тоже есть основания, а первый духом. Но вот позицию души между телом и духом всегда занимал второй септенер. В этом споров ни у кого не было. Потому что суть его – это медианта, это то, что находится между. И связывает и то, и другое. И не случайно, что именно в этот септенер попадает аркан алхимия. Он его завершает, да. Аркан умеренность, где ангел смешивает воду и вино, разбавляя, соответственно, вино водой. И именно этот септенер открывается картой правосудия. Я имею в виду классической, а это не уэйтовской системы, наверное. И какова же эта карта? Для того, чтобы лучше понять суть карты правосудия или справедливости, или регулирования, как ни назови на самом деле она, все есть одно, ее суть заключается в том, что если первая карта, по большому счету, то есть карта мага, так или иначе это сигнификатор, как бы мы себя не позиционировали, именно карта мага является визитной карточкой субъекта как такового. В любом случае, если мы говорим о субъекте, прежде всего первая карта, о которой нужно подумать, это карта мага, первая карта. И, в общем-то, на всех более-менее приличных колодах на лицевой изображена именно она. А если речь идет о адекватных изданиях, обратите внимание, на самом деле чаще всего действительно изображена именно эта карта, и это неслучайно. Потому что во многих системах первой карты является дурак, да, нулевая карта, голод, и тем не менее чаще всего все-таки изображается нейрон, все равно так. И это показательно, потому что это и есть субъект как таковой. Субъект пока что еще даже без свойств. Карта же первая, второго саптанера демонстрирует нашу позицию по отношению к миру. Она не относится ни к миру, ни к нам, она занимает вот это пространство между. И, естественно, это то пространство, где работают обе чашки весов. И то, что кто-то предпримет по отношению к нам, то, что мы можем предпринять по отношению к другим. Эти чашки весов постоянно находятся в определенном балансе. Но не забываем, что у правосудия всегда вторая рука тоже не свободна, да, там меч. Если что, можно его тоже применить. Причем тоже применить его можно вполне мудро, ибо может быть меч кровавого убийцы, да, а может быть скальпель хирурга. И позиция, наконец, третьего саптанера относительно этих же двух карт, это аркан дьявол. Это позиция абсолютного другого, другого с большой буквы. Это то, грубо говоря, такой же, как мы, но в позиции нового взгляда. Идеальное воплощение аркана дьявола, на мой взгляд, им является фигура двойника из немецкой романтической литературы, начиная от Жан-Поли и заканчивая там не весть кем, да и не только немецкой, это можно. И Андерсона тень в сказку вспомнил, да, суть двойника в том, что он именно такой же, как мы, но он ужасающ тем, что он находится не в той же позиции в отношении к нам и дает смещенный взгляд. И именно это и есть карта аркан дьявол, не случайно его называли великим паном, потому что, естественно, таких точек может быть множество. То есть, если наша точка, она уникальна, она одна, единственная в этом и есть, собственно, единственная уникальность, в которую я верю в принципе, то есть наша уникальность, либо словно, чисто физически, не физиологически, не культурально, физически. Той точкой, которую мы занимаем во времени и пространстве, да. То есть, здесь я сижу и сейчас я прочитаю вам лекцию. Вы можете сюда же сесть, но после меня, либо сесть рядом, но вы не можете занять ту же самую позицию. То есть, это физически невозможно. И именно все остальные позиции и воплощает собой, соответственно, карта дьявола. Между ними, между мной и другим устанавливаются определенные отношения, которые и выражены в аркане правосудия. Очень интересно, как обыгрываются на самом деле три септенера. Очень странно, что на эту тему, на самом деле, за шесть веков никто не накатал вот кучу таких многотомных трубок, да, потому что, ну, мне кажется, это очевидно. То есть, когда вы начинаете понимать это сквозь призму септенеров, вам не нужно это заучивать, вы понимаете это на уровне структуры, и вам очень просто с этим работать. Понимаете, как одно переходит в другое? У вас всего семь карт, более того, они выстроены всегда четыре и три еще, внутри этих септенеров, это еще проще запомнить, потому что это всегда позиция определенная. Четыре стабильные, три мутабельные, они всегда в конце. И, конечно, такой структурный анализ никто еще не производил, никто не делал именно, даже не семиотического, а семианализ, бог с ним. Чисто банально структурного анализа колоды, не на уровень того, как она выстроена, что вот здесь старше, ахкан, там младше, какие-то масти и так далее, а на уровне ее взаимоотношений. Обычно и Мёбис, и Вирт играли с этим, смещая различным образом карты, выстраивая их по три, по четыре, и смотреть, какой будет смысл. Это весьма интересно, это перспективно, это помогает лучше вжиться в эти образы, обыграть их, но это не помогает понять структуру колоды. А Попюс наделил их так по семьям? Дело в том, что с Аптенерами пользовались, конечно, и Попюс, с Аптенерами пользовались и тот же Мёбис, но они не использовали в данном случае вот этой параллели. То есть для каждой карты приводилось три позиции, это мир природный, мир человеческий, мир божественный, но для каждой карты. А я говорю о том, что вообще существует только семь карт, в принципе, в трех разных модальностях, плюс одна абсолютно нулевая, да, карта, которая из этого, естественно, из логики Аптенеров выпадает, что, в общем-то, ей положено делать. Для того она там и есть. Кто-то помнит игру такую, да, на смещение кишек? Да, вы не сможете их смещать, если там не будет одного пустого поля. Вот и все. Для этого и нужна карта дурака. И мы сегодня пройдемся по истории этой карты. Мне кажется, это интересно, это важно, потому что история этой карты необычна. Образов у этого аркана очень много, возможно, больше, чем у какого-либо другого, хотя они и в чем-то похожи. То есть не могу сказать, что этот аркан когда-то заменялся на принципиальные, но... И начнем мы, как всегда, с раннеитальянских карт. В данном случае у нас их две от Миланской версии. Это Висконти с Форца Морган-Бергама. И ее безбожный клон – это Розентавия Калорта. То есть, по большому счету, они ничем не отличаются в качестве исполнения. Что мы видим на самой первой версии этого аркана? Мы видим абсолютно однозначную отсылку к поединку боя. Это Божий суд, который не так уж давно стал вершиться тем образом, к которому мы привыкли. В средние века никто не пытался выяснить, кто кого-то, допустим, и бил, совершал он или не совершал это действие. Напомню, первые, кто этими идеями занялись, это была священная инквизиция, которая появилась, естественно, уже позже. И вот из нее и произстекает современное научное знание. Это экспериментальное знание. Связывают ведьме руки, сбросают ее в воду. Если утонет, значит не ветер. Если не утонет, значит ветер. Значит, нужно сжечь. Это, по сути, можно сколько угодно смеяться, но это экспериментальная наука. У нее неверные изначальные посылки. Но она основывает свои позиции на эксперименте. Отсюда проистекает научное знание нового времени. Ну, возможности оправдания же у них была. Посмертная. Посмертная, да, безусловно. Если она утонет, то ее похоронят как христианку. И до этого истине относились весьма специфическим образом. Истина не была данность. То есть мы привыкли, что истину можно обнаружить где угодно. Самое важное применить к этому правильные методы. Если наши методы будут подходить к объекту, мы всегда обнаружим одну и ту же есть. Вот, допустим, если я знаю, что там на какой-нибудь странице 161 я увижу конкретно вот это изображение Мандалы Йонга, то сколько бы я не брал одинаково изданных этих книг, кто бы еще не брал на этой же самой странице, он их обнаружит. То есть он их там не обнаружит, значит, либо она вырвана, либо это новое какое-то переиздание, да, где она смещена по страницам. За этим, собственно, постраничные ссылки и даются в научных текстах. В средние века люди мыслили абсолютно по-другому. Им важно было не кто что-то совершил, они тогда же не мыслили. Они мыслили, что истина – это то, что возникает в момент какой-то очень лиминальный, пороговый, в момент вмешательства божества. Ну, например, истина, которую выражал дельский оракул, ее нельзя было услышать где-то там в эпидорфе, допустим. Понимаете? Это будет другая истина. То есть истина не то, что возникает, может быть произведено абсолютно в одном и том же формате, где угодно, а истина, истина молния, истина, которая возникает и исчезает. И для этого нужен был поединок боям, где оба обвиняемых или обвиняемый и тот, кто его обвиняет, сходились. И важно было не тот, что из них кто-то до этого совершил, а на чьей стороне пор. Выигрывал тот, кто, соответственно, и считался... То есть истина разворачивалась прямо в момент поединка. Не важно, что было тогда, оно было и исчезло. А важно то, что происходит сейчас, и оно произойдет всего лишь вмиг. С этой точки зрения, тогда было бы более логично, вот как в одном из детективов Канан Дойля, где был убийца, который заставлял, значит, своего жертву, которых он карал, принять одну из двух таблеток. Одна из ядом, другая безвредная, да? То есть в этой ситуации действительно можно говорить о воле Бога. Но в ситуации поединка, я сказал бы, что скорее можно говорить о том, кто сильней. А может, я буду такого человека за себя поставить? В случае с Канан Дойлем, у меня тоже есть большие подозрения, что это в убийце были просто определенные проблемы со здоровьем, которые ему позволяли любую из этих таблеток употребляться. То есть, понимаете, можно же, допустим, если у вас какое-то страшное заболевание, вы, например, можете принимать от него определенный препарат. Правильно? Вы можете предложить две одинаковых таблетки. Но вы любую из них съедите, и вам не будет ничего. Другой же человек. Либо он мог, допустим, до этого употреблять противоядие. И обе таблетки были ядом. То есть, на самом деле, в данном случае, очень такая тоже сомнительная ситуация. Здесь же речь идет, на самом деле, об очень интересной версии, потому что речь идет именно о том, что в губе сила оставался сильный, оставался сильнейший. Нет никакой кармы, да, Арджун? Выживать сильнейший. И здесь та же сомнительная ситуация. Нет, но в данном случае, если он его через неделю убьет молния, ну, замечательно. Молния сильная. Молния сильная. То есть, сильнее всех бог, он может кого угодно покарать, а его никто покарать не может. Вот, соответственно, кто к этому статусу приближается, тот более любим богом. А боги, как известно, сел. И это совершенно уникальная практика, на самом деле, именно на ней основана практика алхимии, потому что алхимическая истина, это, наверное, единственная непередаваемая истина. То есть, если даже у алхимика получился его опыт, это совершенно не гарантирует того, что второй раз, проводя его по тем же канонам, он придет к тому же самому результату, может совершенно другому. И пространство эзотерическое, оно основано на этом типе истины. Мишель Фуко делил их на два типа. Он говорил, что одна истина своего рода неба, истина, которая может быть обнаружена где угодно, если угодно. Истина открытая, истина как данность. А другая истина, это прерывистая истина. Это истина, которая может быть высечена посредством труда. В других же случаях ее просто нет, никогда. Она высекается в определенный момент, и в этот момент, собственно, на этом моменте и была завязана алхимическая операция как таковая. Например, если алхимик плохо молился перед операцией, она могла не получиться. В данном случае, когда пытаются современную химию вылезти из алхимии, это колоссальная ошибка. В эксперименте, который ставили инквизиторы, значительно больше предпосылок для последующего возникновения естественных наук, чем в эксперименте, который ставили алхимики по отношению к химии. Основана на ином принципе по отношению к истине. А это главное. Там было экспериментальное место. Здесь не экспериментальное место. Так что вот эта карта, несмотря на то, что она создана в чинквиченто, она создана в середине эпохи Возрождения, она все-таки отсылает к традиции более архаичной, которую мы больше никогда не встретим в картах Таро, к поединку боем. Судя по всему, именно в это время эта истина конула в небытие. То есть больше, по большому счету, все такие серьезные алхимические тексты, это 15-й, ну максимум в 16-й век, в 17-м, это уже такие тексты, которые, в общем-то, обычно никак не котируются. Либо котируются очень слабо. Они лишь перебивают предшествующих мастеров. Именно с эпохой Ренессанса утрачивается понимание другого типа истины. Ну, в современных колдунов что-то типа поединка боем и что-то прослеживаются идеи. Ну, может быть, дело в том, что, повторюсь, эту истину воскрешает Мишель Фуко, более того, он не боится об этом писать, будучи одним из самых цитируемых ученых 20-го столетия. Он не боится писать о Куриде Жабелении, он не боится писать об Адельфийском Арапуле и так далее. Он как раз не считает, что это не знание. Он говорит о том, что это совершенно другой тип знания, который требует пересмотра всей сетки картинации. Ну, другое дело, что он о картах не говорил. Он не факт, что даже знал о том, что они могут предоставлять какую-то культурную ценность. Не разумно, просто удивительно. Притом, что человек цитирует Куриде Жабелена, но, естественно, не карта. Куриде Жабелен не был картаманом, да, он был энциклопедистом. Что происходит далее? Первые хирарские колоды дают образ уже очень близкий к Марселину. То есть, по большому счету, это тот же самый образ, хотя здесь представляет интерес, на мой взгляд, черный нимб. Такой на старых фресках очень часто был символом святости. Не только золотой нимб, но и черный нимб. В данном случае мы видим перед собой не просто женщину, да, олицетворяющую, добродетель справедливости, но нечто, некий институт или актора, действующее лицо, которое уполномочено свыше. Что происходит далее? Далее происходит следующее. Прошу обратить внимание на нумерацию. Эти карты изданы в одно и то же время. Это первые раннепечатные колоды. Рубеж 15-16 столетия. На одной мы видим типичный для нас номер, просто тогда его не умели гравировать. Он отзеркален. Да, но сами понимаете, что если вы вырежете на дереве картинку, то когда вы будете делать ей печать, она будет зеркаленная. Так как в это время печать только входит в картежное дело, да, картаманы и издатели карт появляются только, то они, в общем-то, не сразу же сообразили, что они будут обращенные. И вот колода Розенталя дает все отзеркаленные образы. И заметьте, если мы его отзеркалим, мы получим те же самые руки, что и в колоде Феррарской школы, именующейся обычно колодой Карла Безумного. Последний он, судя по всему, не имеет ни малейшего отношения. И тоже нимб, да, оттуда же срисованный, что говорит о том, что либо это было вообще типично для этого образа во второй половине 15 века, либо карта срисовывалась непосредственно с этапами. Они очень похожи, слишком похожи. А зато в колоде Метрополитен Будапешт мы видим предпоследнюю последнюю позицию. Одну из самых типичных, которая будет преследовать карты Таро, но по крайней мере первые 100, а может быть чуть даже больше лет ее существования. То есть в данном случае справедливость это то, что предшествует карте либо мир, либо страшный суд. Ну, кстати, такой полный аналог страшного суда. Да, в данном случае, напомню, что карта суд не имеет к суду ни малейшего отношения. Это ошибочное название. Она называлась изначально «труба зовет», то есть это труба предвечного. И речь идет о воскрешении мертвых. Именно этим смыслом она и наделена и по сей день в эзотерических традициях. Это возрождение прошлого, это именно воскрешение мертвых. А к теме суда относится только карта правосудия, справедливости. И, естественно, сначала воскресили мертвых, потом их судят, а потом уже Новый Иерусалим. То есть позиция между судом и Новым Иерусалимом или миром. Позиция вполне логичная для этой карты, хотя не имеющая отношения к жесткому распределению по саптенерам. Дело в том, что таро в виде саптенеров сложилось чуть позже уже во французском. Во французском таро. В итальянском таро. Вообще ренессансный тип мышления, я про это читал у вас здесь целую лекцию, он не предполагает достаточно жесткой структуры. Он предполагает наличие отсутствия. Жесткая система характерна для систем нового времени мышления. Поэтому к этому относятся уже французская чпо-лтаро. И тут корона появляется, да? И здесь появляется корона, здесь это уже не мир. Здесь достаточно того, что эта власть легитимна. Не обязательно свята. Но она полномочия выполняет эти действия. Ну вот вы видите список сермонус де-дудо. И здесь правосудие занимает как раз двадцатую позицию. Это первый список таро в истории. Ну вот, последний это что-то мондо. А предпоследний это ангел. Или труба цовет. То есть это архангел Гавриил, да? Тругящий в трубу предвечного и воскрешающий мертвого. Такой зомби-апокалипсис христианского. От шестнадцатого века карт на самом деле мало сохранилось. Вообще, на удивление, этой карты не так много. Что достаточно странно. Вполне возможно, что эта фигура оказалась тогда достаточно угрожающей. Она все-таки с мечом. И это карающий меч. Первая же версия французского таро. Это таро Парижа, начало семнадцатого столетия. Мы имеем совершенно уникальный образ. Образ, который не встретим больше нигде. Ни в одной колоде. Это двуликое существо. Одно ее лицо молодое, другое старое. В одной руке меч, а в другой перекошенные весы. Неравновесные, несбалансированные. Заметьте, в прошлом, туда, куда смотрит старый лик, несбалансированные весы. В будущем меч, который исправит от ваших. А они смутят, они глаза не завязаны? Завязаны глаза. Они не видят, они лишь чувствуют. Если есть дисбаланс, рука, то есть, если есть дисбаланс в прошлом, в будущем оно исправляется. Это и есть эталонная фигура настоящая. Ошибки прошлого оно исправляет в будущем. Исправляет, естественно, мечом. Совершенно уникальная карта. Очень глубокая, очень элементарно, хорошо исполнена, чисто эстетически. И такого образа мы больше не встретим. Так же, как мы не встретим больше образ поединка воем, так же мы не встретим образ правосудия в качестве именно того, что любят именовать в последнее время словом «карма». От слова «кри». То есть, всякое действие вызывает определенный дисбаланс, который устраняется некими противодействующими силами. Не обязательно в данном случае меч – это что-то плохое. Повторюсь, бывает, например, скальпель хирурга, который спасает на операционном столе. Например, метастазы, они вроде как увеличение, экспансия, хорошо. А скальпель хирурга, он же вас сокращает, уменьшает. Это плохо. Вот это хороший пример на то, что, в общем-то, не всегда рост – это нечто позитивное. Да, рост злокачественный, опухоль – это. А раньше лечились, что же кровь пускали? Интересно, вылечивали или нет? Кровь пускали. Раньше вообще, на самом деле, эту карту тоже можно привязать к пониманию истины того времени. Дело в том, что медицина тоже складывается примерно в это время, но чуть позже. Потому что нужно понимать, что врачевание и медицина – это не одно и то же. Медицина появляется тогда, когда появляется медицинская карточка. Потому что это принципиальная позиция. Без медицинской карточки медицины не существует. Может быть, все что угодно. Сейчас мы называем это как угодно. Лечили как угодно. Но это не было медициной. Потому что если нет медицинской карточки, процесс весь организован иначе. И, естественно, до этого врачи… Вообще возникало такое понятие, как кризис. То есть врач зачастую не просто не боролся с болезнью, а даже способствовал ей. Потому что нужно было довести до того состояния, которое называлось кризисом. Именно в этот момент выносился вердикт, решение – выживет пациент или нет. Более того, не было известно даже то, что болеет человек. Это является инородным по отношению к нему или нет. В общем-то это установят значительно позже. То есть тоже момент истины наступает? Момент истины – это то слово, которое использовали греческие врачи. Это кризис. Кризис – это та точка, которая позволяет определить, выживет или нет. Это момент установления истины. В базовых колодах второй половины 17-го столетия у Вивиля и Дадали, собственно, это основатели Бизансона и отчасти Марселя, хотя и не в классической его форме, мы видим интересный образец. У того и другого автора абсолютно одинаковый образ. Бизансона и Дадали – это крылатое дева. Она держит в руке меч, хотя руки с мечом и с весами меняются местами. Не думаю, что это имеет принципиальное значение здесь. Принципиальное значение имеет то, что у Вивиля – это, возможно, последняя из значительных колод, в которой эта карта еще имеет не тот номер. Она переставлена с колесничьей. Ну и меч не очень-то на меч похож. Ну, в данном случае все претензии к цветной полиграфии того времени, она была, как правило… Мечоогненная, да. Здесь, как бы, они, автор имел возможность работать только с тремя, в реча, из своего случая, с четырьмя цветами. Ну, вот. Все остальные карты, которые раскрашены большим количеством цветов, они выполнены вручную. Ну, там просто могли быть линии дополнительные, а так получилось вот с ответка. В данном случае эти дополнительные линии там есть, просто краска оказалась более плотной, чем изначально черный рисунок, который оттиском добивался. Ну, карты XVIII века тоже по-прежнему развивают эту же линию. Заметьте, что меч может быть действительно в любой руке, это не принципиальный момент. Но важнейший момент, что у всех этих аллегорий правосудия есть крылья. Они божественно уполномочены. Четырнадцатый аркан похожий слева. В каком-то смысле, да. Потому что это, в данном случае, именно фигура аллегории добродетели. Четырнадцатый аркан туда же входит. Это четыре базовые добродетели, начиная там с Аристотеля еще, Аристотельевские, по сути, добродетели. Но в картах Таро была проблема, никто не мог найти благоразума. Ну, просто с иконографией плохо были знакомы, и пытались там повешенного перевернуть. Ну вот, это как в случае с Макс, с Гегелем, да, он его с головы на ноги пытался поставить, или с ног уж на голову, не знаю. Здесь, наоборот, то же самое происходит в случае с Курым, даже Беленом. Он повешенного, если помните, перевернул, да. Но поставил его с головы на ноги и назвал благоразумием. На самом деле благоразумие, напомню, это попес. Классический иконографический образ – это женщина, выглядящая чаще всего как монахиня, в монашеских одеяниях, да, и держащая в руках книгу. Это классический образ добродетели и благоразумия. Их два, один со змеей, да, а второй вот этот как раз. И именно попес на него и претендует. Остальные три вы знаете. Это, собственно, сила, меренность и справедливость. И здесь мы сегодня встречаем первую из добродетелей, которая названа своими именами, потому что попес в сути все-таки изначально аркан только так назывался, по-другому не именовался. Ну, что, в общем-то, опять типичный вопрос Ренессанса. И обратите внимание, как из крылья неожиданно она превращается в седалище судьи, в трон. То есть вот это еще дровное, крылья из спины. А здесь они превращаются крылья в седалище. Из крылья мы получаем трибунал. Это, вы видите, конвейер и пэлен колоды. Название не читайте, оно современное. Вот это припечатано сюда. А это все еще женские фигуры? Да, это фигура женская. Это не в таком состоянии от того, как нарисовать. Просто здесь уже как-то полный очень заметный. Ну, она же аллегория. В данном случае... Я думаю, что оснований предполагать этого нет, потому что, если это был мужчина, это было бы все-таки каким-то образом показано. Здесь же мы видим, например, два изображения. Здесь это явно женщина, да? И облачение их абсолютно идентично. А эта карта значительно раньше написана. То есть конвейер ориентировался, естественно, на традицию. Другое дело, что он изображает ее такой очень дородной. Хотя это век 18-й, это не Рубенс, это не 17-й. И тем не менее такого рубинсовского типа. Женщина. Кто управлял государством? Что? Кто управлял государством? Какой царился к этому? В данном случае управлял государством, насколько я понимаю, Людовик XV. Так, может, не подходит. Может, просто одеяние такое не взять. На которого было совершено покушение, и убийца, ну не убийца, а тот, кто пытался его убить, получил самую примечательную в истории Франции казнь. Которая длилась неимоверное количество часов, его приговорили ко всему. И добивали, дорубали там его отдельную часть, он живой еще был. В конце этого дня, там, его хотели после там определенных процедур разжигания, заливания металлом и так далее, его хотели разорвать четырьмя повозками, а, в общем-то, не рассчитали, что обычный фоник с этой задачей не справится. И, в общем, его просто растягивали, растягивали, он удлинился во все стороны, там, понятно, что все суставы высказали. Но вот эта процедура очень долго длилась, и, в общем, потом поступил приказ помаленько ему части подрубать. Ну, и в итоге все-таки ему разорвали его, но он не умер. И тогда было уже принято решение, в общем-то, его убить. Он причастился, и его убили. А вот название тут, баланс, это исключение? А название баланс, я уже сказал, это название, которое принадлежит некому Эбу, который издал эту колоду относительно недавно. Никакого отношения к военовской колоде историческому не было. Оно не аутентично. Юстиция, бездельно целоваться, правосудие. А если интересна сцена вот этого казни, просто она слишком уж примечательна для истории Европы. Она описана на первых, там, не помню, пяти или шести страницах книги Мишеля Фукона «Зирать и наказывать». Подробнейшим образом. У Кура де Жибелена ничего нового мы не видим. Так как Кур де Жибелен даже не переименовывает эту фигуру в мужчину, насколько вы помните, в случае с позапрошлой картой, в случае с выбором, он там уже ошибся, он решил, что та женщина, которая воплощала собой добродетель, это уже, в общем-то, не женщина, а мужчина. А это типа отец, благословляющий, там, семейство на брак. Так что даже он иногда не мог отличить нарисованную женщину или мужчину на картах второй. Но в данном случае отличил однозначно в сторону женского пола. Так что, значит, такой образ женщины, в общем-то, никого не смущал тогда абсолютно. Вполне солидная Матрона. Лет двадцати. Что происходит далее? Дело в том, что я связываю, ну, конечно, мы это ритейлеры. Так оно и положено. Я связываю вот этот момент, он очень важный. Дело в том, что последующий весь Марсель будет с трибуналом, стороном, с седалищем судьеем. Что именно в этот момент получает свое распространение эпоха богозвещения. То есть никто уже не верил в то, что справедливость может быть, иметь адрес божественной инстанции. Справедливость – это то, что устанавливается по конвенции между людьми. А здесь вот у нас еще крылья все-таки. Здесь крылья, да, но это на 50 лет раньше. Да. А здесь мы уже имеем специально вместе взял, чтобы показать, как одно модулировало другое. А это середина как раз 18 века. Это конвейер, то, что растиражировали потом под названием Марсельская торо. На самом деле он не единственный, один из сотен. Но, самое известное, колода Марсельская, здесь уже трам. И, в общем-то, спустя не пройдет и 50 лет, когда вспыхнет Великая Французская революция. И на ее самом рубеже в 89-м году возникает колодра и Тейлы, первое радикальнейшее переосмысление образа правосудия. Я вам привожу фото этой карты из брошюры и Тейлы, изданные им самим, ибо с его картами есть куча вопросов. То есть, нету колоды, изданные самим и Тейлы, есть только колоды непосредственно после него и более отдаленные. А какие уже ближе к подлиннику, это весьма спорный вопрос. Потому что там одна карта полностью меняется. Вот в чем дело. С этой же картой все абсолютно понятно, что и Тейл ее хотел сделать именно такой, ибо в таком виде републиковал сам. И что здесь другое? А здесь другое по сути своей. Все. Здесь не просто две чаши весов. Здесь чаша и предустановленный вес грузила. Здесь не сравнивают ваши благие и дурные поступки. Здесь сравнивают вашу жизнь, как на... Это же посмертный суд в том числе, да? Особенно, какова ее позиция была, если вспомните в ранних картах. Сверавнивают всю жизнь человека с тем, какой она должна была. Здесь есть эталон предустановленный. Вот в чем дело. И это полностью переосмысливает, заставляет нас содержание этой карты. Казалось бы, одна маленькая деталь. Эта маленькая деталь превращает эту карту совершенно в другую карту. По смыслу свою. Здесь нету баланса, нет регулирования. Здесь есть возможность или невозможность соответствия этому предустановленному идеалу. И заметьте, эти лесы находятся в идеальном балансе. Отсюда можно сделать вывод о том, что на самом деле не соответствовать ему нельзя. И это позволяет, открывает целый богатый спектр всевозможных интерпретаций этой карты у Итейлы. Я считаю, что колода Итейлы в ее оригинальной версии это самая сложная колода в истории того, самая интеллектуально насыщенная. И, конечно, такой образ, такой штрих, понимаете, просто какой-то там, кем только Леви его парикмахером, записал в парикмахеры. Никаких информации о том, что он был парикмахером, кроме книги Лефеса Левини, учитывая тот факт, что Леви очень много любил врать, ну, в общем-то, думаю, он эту информацию получил из одного из своих сновидений. Ну, как, если помните, я такая дама с поленом в Твинпиксе. Книги Лефеса Леви немножко, в общем-то, она верную информацию говорила, но в очень специфической форме. у меня подозрение есть, что Лефеса Леви получал информацию по истории таким же, возможно, обращаясь к какой-то даме с поленом, возможно, у нее свое было полено для этой цели, но это не значит, что эта информация увлажна. С большой долей вероятности он был сыном книготорговца. В общем-то, это очень приличная профессия для того времени для неаристократа. Но чем он, собственно, по-своему занимается? Здесь человек связан с книгой. Знания. И я не буду сегодня больше останавливаться на этой карте. Вообще, я на самом деле не полезу сегодня в дебри. Мне интересен больше исторический сегодня охват. Кто захочет, тот в моей книге прочтет. Я не люблю повторяться. Я так сегодня уже излишне повторил какой-то материал. А что вы не знаете? Меча. Кто меч, меч, меч? Это пометь? Да, это меч, просто плохо видно. там на самом деле нечего. Ну вот. Поэтому, если кому-то будет это интересно глубже, то вот в эту сторону в книге, конечно, намного больше. Но, простите, в книге там изначально в арте было страниц 60. Я не смогу вам сегодня на лекции это перескать и даже не ставлю такую задачу. Я сегодня другие вещи хочу на других вещах санкцинировать свое внимание. В 19 веке мы получаем, конечно, совершенно новый уровень цветной печати. Это не может не радовать. А именно тогда появляется цветная печать, которую можно приближенно к современной понимать. Все-таки это так или иначе уже печать, которую мы воспринимаем как цветную. И там, и там мы видим короны у девушек, но и в одном случае крылья наличествуют, в другом случае крылья отсутствуют. Обычно совершенно неинтересная колода Долларокка, изображения ее скорее красивые, чем красивые, они утрированно красивые, безвкусно красивые, но обратите внимание, у нее добавляется глаз. Это очень необычно, сильно необычно, и что позволяет все-таки мне эту колоду отдельно особняком поставить. Я не стал на этой детали останавливаться в книге, я там выбил огромное количество типажей справедливости, в какую сторону это позволяет их интерпретировать. Я вот не трогал этот глаз, и так была голова перегружена уже до предела. А поверьте, я в книгу написал такую толстую не потому, что хотел много написать, а потому, что я ее много раз сокращал. Это именно минимум ликбез, который нужно знать по картам, и этот минимум по моим ориентировочным подсчетам будет примерно 7 томов. Но 4 по старшему аркаду, остальные по придворному и младшему. Придется полку выделять специально. Придется полку выделять специально. То есть это ликбез, это не с чем нужно это позиционировать, как там ущерпывающий информацию пока. Это просто ликбез и не более там нарант. И вот этой моей детали не касался, но всевидящее око конечно к правосудию имеют непосредственно ликбезе. Глаза закрыты, чтобы не быть завязанными. В данном случае я думаю речь идет исключительно об эстетизации, чтобы не надевать повязку, потому что конечно в колоде до нарука все хотят делать максимально красиво. Повторюсь, некрасиво, аутрировано красиво, для этого я предвожу неологизм всей, и повязка это некрасиво. А здесь лицо, девушка, нарисовали, только цветная печать появилась, это можно дорого и хорошо продать, но тогда сделаем закрытые глаза. Тогда же они же не знали, что можно на фотоаппарат сфотографировать, когда у всех закрытые глаза. Тогда фотоаппаратов не было. Художник портрет рисовал не один день, он не мог неосознанно нарисовать закрытые глаза. Поэтому тогда в общем-то закрытые глаза никого особенно не смущали. Тоже символ беспрестовасности. В египетской традиции, идущей от поля крестьяна, здесь заметьте название интересное. В принципе египтизация абсолютно глупая и не имеющая отношение ни к Египту, ни добавляющих какого-то не было смысла, хотя изображение полностью нагромождено мелкими деталями, смысла в этих деталях не на грош. Интересно то, что дается новое название. Здесь речь идет о балансе между мечом и чашей. То есть весы и меч. Так она позиционируется, причем весы изображены именно в равновешенной позиции, что говорит о том, что меч в данном случае не должен быть приведен в действие. Такая своего рода позиция между кнутом и пряником, достаточно любопытной. Еще одна весьма интересная колода, это колода Джи-Джи, я ее не так часто вам показываю, по крайней мере, не так часто на ней останавливаюсь, а здесь она дает очень интересное изображение. Кроме того двуликого существа, отсылающего к античному Янусу, мы ни разу не видели, чтобы добродетель справедливости стояла. А здесь она стоит. По-моему, у нее что-то типа доспехов. Да, она облачена влаты, это возможно карающее божество, воинственное, которое требует взыскать справедливости. Вот и по-моему, полесницу далась. Ну да, Уэйтовский Урима Тумим, никто не знает, что это на самом деле, мы Урима Тумим, но Уэйт убежден, что именно это. Но действительно, Уэйт, дело в том, что прежде чем он создает свою колоду, он изучил по музеям Европы все исторически доступные на тот момент карты Таро, поэтому не нужно думать, что Уэйтевская система, она так просто с неба свалилась, как некоторые считают, не так давно слышал на конференции подобное утверждение от достаточно известного эзотерика как таманка, преподающего, имеющегося в школу Таро. Так вот, и не нужно думать, что Уэйт не обращается в том числе очень старой символик. У него повторяются некоторые карты, если смотреть, можно помнить. Восфальда Вихта сегодня не полезу, это сделал в книжке на самом деле долго. Вы видите, что здесь за основу, как всегда, у Вихта берется марсельская традиция, но вот она как раз очень эстетично представлена. Такой стиль модерн, очень хорошо цвета подобраны, как всегда у Вихта каждый цвет что-то значит. Правда, в этом есть тоже своего рода перебор, ибо на самом деле интерпретировать по цветам его карты, не зная его предложенной версии, в общем-то бесперспективно мы пройдем в тупик, ибо Вихт не учитывает того, что у цветов тоже есть своя история. Он иногда берет значение из архаичных, например, астальщиков, иногда из новых. И, в общем-то, для того, чтобы проинтерпретировать его изображение в цвете, не нужно иметь симпядии во лбу, достаточно открыть его конъюнкутору магов, в которой он сам это делает. Но вот у Вихта как раз возможно впервые цвет начинает играть огромное значение, и на цветовой символике построена вся его колода, поэтому, конечно, она не предполагает возможности ее переиздания в других цветах, что чаще всего происходит в последнее время. А в Марселе разве не играет цветовое значение? Мы не можем говорить, что в Марселе играют цветовые значения. Почему? Потому что а, каждый из этих колод существует в нескольких версиях, ну вот, и если мы, допустим, посмотрим на ту же самую версию, отъехав чуть-чуть в сторону Бизансона, да, то мы получим совершенно другие цвета. Более того, и внутри марсельской самой по себе традиции каждый издатель старался отличиться от предшествующего. Принт брался изначальный для печати один и тот же, но раскрашивались по-разному, а так как изначально цвета всего три или четыре, то, в общем, они перекочевывали во всех возможных позициях. Поэтому, вы говорите, о цветовой символике в Марселе нет некорректа. Никак. То есть, да, я знаю, что и пытаются иногда интерпретировать, но это просто историк бы над этим хорошо посмешился. Можно найти столько же версий этого же самого конвера, простите, конвер сделал изображение, а цвета подбирает издатель, и каждый издатель пытается выгодно преподнести свою колоду так, что она отличается от участвующих. Но я веду речь о гремо. А? О гремо. Издательстве гремо, дело в том, что издательство гремо само по себе при всем моем уважении для музеев, да, и в принципе то, что они сделали для популяризации Таро, все, что делает издательство гремо, имеет всегда очень спорное из этого решение. При том, что я хвалил его и Тейлу, но я хвалил Тейлу не потому, что он хорош, а потому, что это хотя бы приближено к колодам и Тейлы 19 века. Все, что остальное выдается за Той и Тейл, не имеется никакого отношения. Издание Гремо имеет какое-то отношение, но простите, сияющее солнце в Аркане хаос, где должна быть бездна. Это ну ни в какие ворота, да, не лезь. А Гремо при издании это издательство выбирает именно эту версию, которая возникла намного позже. Так что с историзмом у этого издательства большие претензии к нему. Лучше всего обращаться непосредственно к фондам Парижской национальной библиотеки, то есть к рукописям этих карт. Собственно, именно это я не всегда сюда приношу копии именно рукописей, но то, что я даже сегодня показывал, это были в том числе и они, некоторые колонки. А в книжке там как раз фотошопе с хорошим разрешением именно подлинников этих карт. Ну вот если они плохо сохранить, значит плохое разрешение. Тут уже ничего не сделаешь, да? Но разрешение хорошее, плохая, сохранность оригинала, да? Не дорисованы, не добавлены туда пикселы. Если была там печать с огромной ядовочкой, ну значит такая будет. Но это имеется в виду уже о колонках начала 20 века, где читят больше всего по небеси, да? С такими здоровыми пикселами обводить эти пикселы можно. Ну, что, китайская печать 30-х годов 20-го века. в эзотерических колонах английской школы мы получаем интересные новые образцы. Они очень сложные, но, во-первых, в одной версии мы видим отсылку явно к масонской системе в случае Старой Золотой Зари. Внизу мы там видим существо, позволяющее вспомнить такого бога, как Анубис, который как раз на суде судил живых и мертвых, размещая перо богини истины на одну из чаш лесов, а на другую сердце умершего, взвешивая его. Здесь же мы имеем отсылку к масонскому символизму к двум столпам, к шахматному полу, в общем-то ко всей атрибутике, которая так была популярна в эпоху Ордена Золотая Заря, смешение египетской традиции с более поздним эзотеризмом, включая масонский. Если так держать весы, они же не покажут правду. В данном случае вполне вероятно, что она их просто демонстрирует. То есть такие весы они же должны быть на цепочке. Она может их просто демонстрировать. Что-то типа церемонии не реальному. Да, да. И в ее ногах лежит этот шакал Анулис, который подчинен ее воле. Она сперсонифицирован и добродитель. И здесь тоже уже весьма сомнительно то, что это однозначно женщина. У Уэйта он как раз станет она им, царем Саламона. Перекачивает благополучно. В случае с Кроули я разбирать вообще не полезу. Это очень долго. Уйдет на это много времени. Тем более уверен, что вам Олег уже разобрал эту карту. Здесь мы видим на чашках весов Альфу и Омегу. Интересно то, что весы не не держит весы. Она и есть весы. Весы являются ею. Так же как ею является меч. Она состоит из этих элементов. И интересные переименования, которые дают этой карте Кроули это регулирование. Дело то, что регулирование это совсем не то же самое, что справедливость, правосудие это именно постоянный мобильный баланс. Не постфакту вот прожил человек жизнь, а его сравнили с истиной и пришли к выводу, что плохо он жизнь прожил. А постоянный баланс. То есть это грубо говоря то, что в гипнозе называется рапортом. Ответная реакция постоянная постоянная действие, которое рождает противодействие, которое позволяет нам по-иному спланировать свое следующее действие, и так постоянно. Баланс сил никогда не приходит к наименьшей точке, когда движение останавливается. Движение все время продолжается, потому что на каждое наше действие происходит определенная реакция, на которую мы отвечаем определенной реакцией, тогда бесконечность. Стрегулирование, конечно, немножко иное, здесь отсылка к этим асиметричным, точнее, симметрично, но расположенным шарам, там, где зеленый вверху, внизу мы имеем голубой, да, и наоборот, и ее оперения, ее крылья, они состоят тоже из лезвия мечей. На самом деле эта карта у Кроулю очень сложная, и она сложная даже чисто по интерпретации изображения, я, если честно, больше всего верю в интерпретацию собственной иконографии. Она, как показывает практика, всегда давала и наиболее точный результат по определению того или иного источника к тому или временному временному периоду, не радиоуглеродный анализ, не анализ по контексту, да, вместо обнаружения и так далее. Тем более источниковедение, когда мы изучаем, как описывался текст. Нет. Анализ самого изображения позволяет сказать значительно больше. И о том, что туда хотел заложить автор, ибо автор мог даже не знать того, что он туда заложил, а во-вторых, автор, не обязательно у него была цель основная в жизни высказать все, что он по этому поводу дал. Он сказал несколько слов, а мы его поняли и не правили. Вот и все. А изображение, оно не выживает. Изображение представляет исчерпанную версию того, что он хотел выразить. Поэтому в данном случае, опять же, отсылаю вас к книге, где эта карта тоже достаточно подробно разбирается. Что касательно золотой заливы, вы, наверное, обратили внимание на номер. Номер появляется одиннадцатый. Это, на мой взгляд, достаточно глупо, опять же, это обосновывал в книге, потому что самая сложная карта второго сортенера, эта сила, она попадает в самую первую позицию. Если мы рассматриваем Таро как определенную спираль, как линию духовного восхождения, а именно как лестница духовного восхождения, она изначально и мыслилась, то, конечно же, эта перестановка ни к чему хорошему может привести. Получается, вот эта карта, которая относительно простая, ставится в Эйт позже, чем самая сложная, одна из самых сложных карта вообще в принципе. Он их расположил просто по зодиаку. Дело в том, что Уэйт, естественно, живет в эпоху нового времени, в эпоху, когда таблица это наше все, а в эпоху Ренессанса важно было, повторюсь, наличие или отсутствие. А в каком они порядке, об этом даже никто не заморочивался, они же есть. И когда меняется новый тип мышления, мышление из аллегории переходит в таблицу, естественно, это кажется чем-то возмутительным. Их нужно переставить. Есть три добродетеля, нужно найти четвертую. И обязательно еще и поставить туда же поближе. Для Ренессанса это абсолютно необязательная вещь. Мышление совершенно иного типа. и у Уэйта еще интересная одна вещь происходит, у него не только номер меняется, у него появляется такая фигура, как царь Соломон. Ну, то, что это именно Соломон, я вам показал версию, понятно, что это новодел, да, это новодел, да, но то, что в данном случае не мне одному удалось у Уэйта вычитать, что это все-таки речь идет о царе Соломоне, подтверждает это как-то здесь именно знаменитый суд Соломона, ну, ну, можно было бы еще вспомнить суд иной, суд Давида, но здесь почему-то о нем. А суд Давида это что? Перекрестный опрос Сусанна и Старцы. А! Первая в истории описанная практика перекрестного доброса. когда допрашивали полочереди, а потом смиряли. И оказалось, что Старцы добровольны. А! И здесь фигура обретает уже мужской пол, и вот что удивительно, дело в том, что Уэйт для создания своей колоды прежде всего ориентируется на что? На самую старую из сохранившихся колод в истории. То есть, на Таро Соло Буско. Соло Буско... Почему не Висконти тогда? Потому что Висконти не полностью сохранилась. А! Единственная полностью сохранившаяся рисованная колода это Соло Буско. все 78 карта. А у Висконти их было больше, чем 78. А дошло намного меньше. И проблема Уэйта была в том, что когда он обращается к малому аркану, он его зачастую просто перерисовал. Там-то проблема ноль. Более того, встречал даже такую глупость в эзотерической литературе, что Уэйт создает рисованный минорный аркан. То он изначально был рисован. Соло Буско берем в 16-й век рисованный малый аркан. А если человек видел только то, что продается где-нибудь в относительно дешевом магазине с колодами Таро, то, наверное, он обнаружит там самое древнее сарисованным малым арканом. Хотя, по-моему, Соло Буско уже несколько раз создавалась и дешевыми, и дорогими фирмами, то есть или принт и перерисовка. Так что, в общем-то, она просто первая. Но проблему Уэйта заключилась в следующем. Соло Буско иной старший аркан. То есть он не имеет никакой корреляции системы Таро. Или почти никакой. То есть там персонифицированы различные известные мужи античности. Понятно, что в 15-м веке мутируют колода, она еще не устаканилась, и там могли быть любые возможные варианты. В Соло Буско в данном случае это именно мужские образы. Но что мы видим в Соло Буско на месте правосудия? Это любопытно. Сейчас покажу вам. Но мы берем, естественно, праведную позицию восьмого. Это нерон. суд праведный и суд неправедный. Интерес заключается в том, что на самом деле суд, когда мы говорим о суде правды, то он уже предполагается возможность неправедного суда. То есть в данном случае все демонстрации того, что суд осуществляется по определенным правилам, что это все открыто, легитимно и так далее, уже наводит на мысль, что в общем-то это не так. А зачем иначе по этому поводу так сильно кипешаться? И в данном случае хотел это Уайт или не хотел, но на место неправедного судьи, здесь нерон убивающий младерца, мы видим суд Соломона, который как раз этого самого младенца не убил. Он приказал якобы его убить, но вовремя прервал процедуру. Получается, слово, вымолвенное Соломоном, чтобы выяснить правду, реализовалось в другом судье. Иллюзия, имитация неправедного суда, чтобы выяснить истину, а Соломон же приказывает убить ребенка, оно в общем-то не может не сказаться где-то в другом месте. Так что на самом деле это как-то попадение ее Уайту, попадение связь Уайта с Соло-Буско на очень много может мыслей навести. Что на карте Уайта именно в классике подавали, он говорит в пользу того, что это именно Соломон? Ну, во-первых, нужно внимательно его текст читать, прежде всего. Это из его текста вытекает, а во-вторых, именно то, что он отсылается, номер Тарь, это нужно понимать, что зовут Азарянский, он должен работать именно с восьмым арканом. В восьмом аркане мы видим нейроны, разрывающего ребенка. Отсылка однозначна. Соломон который, то есть это такая же позиция, только в данном случае мы имеем в качестве готового результата мертвого ребенка, а здесь спасен. Ну, в случае с истинной и ложной матерью, которая делила этого самого ребенка. Да, не Соломон прекратил суд, а мать отказалась тянуть. Ну, в данном случае Соломон же это сделал сознательно, чтобы заполучить информацию. Ну, он уже предполагал результат. Он будет любящая мать, которая не даст разорвать ребенка. В том-то его и мудрость в Соломоне. Да, в этом и смысл суда. То есть он предполагает, он идет на имитацию неправедного суда, чтобы получить правильное решение. Но, повторюсь, если слово такое сказано уже, то где-нибудь оно сработает. И где-нибудь меч не будет остановлен. В следующих двух базовых колонах это Дали и Хайнвей мы имеем очень сложные соображения. Я вот буквально чуть-чуть коснусь и не полезу в их анализ. Повторюсь, что это все есть книги. Здесь мы имеем образ Венеры. Мы имеем образ Венеры, взятый с полотен Кранаха. Если внимательно проследить Кранаха, то мы однозначно его узнаем. А также то, что она держит в руках меч, может еще напоминать аналогичные образы той же Юдиви. Хотя и не только ее. Что касательно колоды Хайндля, то он принципиально меняет изображение. если удали, мы получаем отсылку к Таро Джей Джей. Здесь стоящая фигура. Правосудие. Хотя в качестве образа взята модель Кранаха. Не в точном виде, но тем не менее. Здесь ошибиться невозможно. В случае же с Хайндля мы имеем алхимическую символику. Это Пауда Кавонис, это хвост павлина и чаши серебряная и золотая, которые уравновешены. Мало и великое делание. И конечно очень сложная карта, очень глубокая. Я попытаюсь дать вам наводку, только проинтерпретировав руну, потому что я обычно это делаю, так как вы все знаете руток, ну кто знает, футок обычный, да, то есть это нод, это наутис, дело в том, что здесь используется гармонический футок, это другой совершенно футок, здесь они по-другому называются, у нее другое смысловое содержание, но в случае с нодом она похожа на наутис. Дело в том, что что есть на самом деле регулирование, это наша скованность ситуации. И правильные действия приведут к правильному результату, да, это то, что мы на самом деле заряжаты в тиски ситуации, мы можем работать только в ней, нас не существует, не существует абстрактной справедливости, не существует нас как отдельной автономной части. Мы завязаны на времени, мы завязаны на пространстве, контексте, в который попадаем, и естественно каждый наш шаг, он определяет все наши последующие шаги. Если мы заранее что-то спланировали и идем к этой цели, не считаясь окружающей ситуации, то в общем-то мы можем в итоге прийти к прямо противоположному, не к тому, к чему шли изначально, потому что нужно свои цели корректировать, нужно понимать, где мы находимся и куда движемся. В случае с Хайндлем он использует символику Уэйтовскую, в смысле позицию Уэйтовскую. Это позиция 11, но для Хайндля это не столь критично, так как видите, он полностью переосмыслил изображение, и у него изображение очень сложное. Оно попадает в алкемический образ, дело в том, что эта позиция как раз между, малое делание, это у нас, грубо говоря, первый септенар, великое делание золота, это третий септенар, а между ними, в общем-то, эта фаза и находится, она же серединная фаза. Это фаза, которая наступает между Альбеда и Рубеда, а по некоторым источникам даже перед Альбедом. Так что речь идет именно о медианте. Но Кауда Павлина никогда не была целью алхимика, он никогда не добивался ее в качестве того вожделенного результата. Павлин не был в некоторых трактатах символов философского камня? Относительно символики Павлина, она очень амбивалентна. С одной стороны, Павлин действительно может быть одной из фигур, связанных по крайней мере с философским камнем, с другой стороны, именно в 16-17 веке, да даже и в конце 15-го, Павлин является классическим символом чванства для европейской традиции образной. Так что это символ очень амбивалентен. То есть он как раз медианту выражает. Это может быть и почти камень, но это может то, что и помешать облисти камень. Калугинская песня «Дорога Ворона», да? Это смеешься как битья, и разобьешь кристаллу. Кристалл с тысячей. Так что здесь это действительно в этом смысле Хайдль максимально приближен к регулированию Граули. То есть это динамическая концепция. И поэтому вот здесь я соглашусь, что оно может стоять на 11-й позиции, именно в колоде Хайдль. У Уэйта сомнительно, повторюсь, потому что у него получается, что более ранняя эта сила, это очень сложная карта, она несоизмеримо трудней для ее прохождения как ступень. Мне кажется, что его цель была именно в противовес создать свою и у него цель была систематизировать все и вся. То есть создать таблицу. А что Хайдль тут, точнее, что у алхимиков вот эта фаза в Павлине у хвоста значит? Говорю, это медианта, это фаза между малым и великим опусом. И в данном случае, если я говорил, что есть тело и есть дух, между ними душа, как карсонификация этой души, это на самом деле очень уникальная стадия, потому что на ней нельзя остаться. То есть на самом деле завершить малый опус можно. Дальше просто не идти никуда. Мы имеем готовый результат. Можно завести великий опус более того в двух формах. То есть в качестве получения этого камня, в качестве фазы мультипликации, размножения этого камня. Можно просто его получить и на этом успокоиться, когда достиг определенного статуса. Когда пустим пишет о себе Фома Аквински, который тоже был алхимиком, что он достиг этой стати, все, он больше этим не занимается. То есть на фазу мультипликации он не пошел, она ему не нужна. Он как бы подтвердил то, что он может быть богоизбранным, что он может создать золото. В данном случае интерфейс исключительно источник. У меня нет цели доказать, получал ли Фома Аквински золото или не получал бы в результате трансмутации. Я говорю лишь о том, что он пишется в сад. Фаза же Пауда Кавонис это не та фаза, на которой невозможно удержаться. Это фаза перехода. Ее нельзя зафиксировать никаким образом. Что следующее будет? После нее то есть она разделяет малый и большой образ. То есть получается, что он либо назад свалится, либо вперед? Он может и не свалиться, он может удовольствоваться, посмотреть красиво и пойти дальше. Дальше просто не обращаясь к алхимическому деянию. А может ему это раскрывается в качестве обетования того, что у него получится. я слышу, что как раз Павла Колонис ее и соотносили с мультипликацией как множество цветов. Есть просто такая, дело в том, что любой алхимический опуск, опуск каждого алхимика, он же в разных положениях. Поэтому нужно понимать, что здесь не может быть, вот если карты того более-менее унифицированы как система ни Василий Валентин, ни Майер, ни кто угодно еще не дают нам образов повторяющих друг друга. Не в смысле иконографии, иконографии у них почти всегда идентичны как раз, там образы очень мало чем отличаются, а в смысле их местоположения. Мы только знаем, что гарантированно негреда предшествует Альбедо. Оно может, конечно, быть после, но из него опять в Альбедо нужно выходить. Осносительно стадии мультипликации, которая иногда оказывается стадии до получения философского камня, действительно, и фаза Рубеда, фаза Цитринитас, которая идет то после Рубеда, то до Рубеда. В данном случае Цитринитас же завязана на полу до кого-нибудь. И куда мы ее ставим? Если мы ее ставим в конце, как все-таки она чаще появляется, после Рубеда, тогда мультипликация после получения философского Огонь становится солнцем, да? То есть если красный, потому что будет такой очень сложный же момент. Просто если философский камень это самая суть, это сердце алхимического действия, это собственно когда алхимик становится субъектом как алхимик. До этого он не был алхимиком. Он был тем, кто занимается алхимией. Становится алхимиком, когда он создает камень. Но если он хочет это развивать, естественно это процесс мультипликации. Увеличение, умножение камня. Если человек создал какой-то шедевр, но он доказал себе, может быть другим, что он может даже сказать гений, хотя этого слова не люблю, это приворочная стоимость к таланту. он доказал, что он может. Но если он продолжает, то это мультипликация. Он умножает искусство, знание и так далее. Если лишь он создал что-то одно, в этом смысле он не столько умножил, сколько верифицировал себя как субъекта, который может это сделать. Одно ближе к лесничему, когда мы его, вот это гений, это работа, а другое конечно уже к артемерку. Вот чем будет отличаться позиция первого субтинера, итог, от позиции последнего. Позиция последнего это воплощение не для того, чтобы тебя понимали через это, а это итог твоего труда. Он может быть равен колесничему. Вот человек сделал что-то, и это равно его маске. он может несоизмеримо превосходить его нас. И это уже будет по арканам Вселенной. Хотел спросить, а Дали, можно воспринимать эту колоду как нечто серьезное? Конечно, одна из самых интеллектуальных сложных сложных. Если вы читали мой анализ на этой карты, то я как раз показываю, что это одна из более серьезных интеллектуальных принес. Поэтому такое долго рисовало? Дело в том, во-первых, Дали это делал не на заказ. То есть изначальный заказ для фильма Джеймса Бонда, мы не знаем даже, какие там были карты. Точнее, знаем, но они отличались. Они другие, и в общем-то он не стал это сдавать. Он же проигранолировал этот заказ. То есть он за него не получал денег. Там выдаются версии, что он просто увлекся творчеством, что не уложился во временные параметры. Это достаточно неубедительно в случае с Дали. Дали всегда зарабатывал деньги, когда мог. И здесь в данном случае его действительно заинтересовало. Я так понимаю, что колодой увлекал и осигал и неплохо разбиралась в этой системе. И он в это действительно погружается, и у него появляется задача создать именно компендиум европейского символизма. Если вы не знаете живопись европейскую хотя бы на уровне сестры Венди Бекетт, я имею в виду, не на уровне того, что вы посмотрели все ее фильмы, прочли, а на уровне того, как она знает, хотя бы, то вы просто с этой колодой не можете работать. Здесь каждая деталь является отсылкой к совершенно определенному произведению искусства европейского. Это одна из самых, наверное, самая сложная колода в принципе. Именно далеко колода. Но именно за счет такой интеллектуальной нагрузки она и наименее действенная рабочая оказывается. Потому что, повторюсь, это все-таки произведение искусства, которое рассчитано на то, что человек понимает, что перед ним изображено и понимает, что это значит, к какому контексту это отсылает. Если вы не можете работать, как модернистские дали, комбинируя вот эти все значения, отсылающие к сотням картин различных известных живописцев Европы, то она вам ничего не скажет. Ее нельзя интерпретировать непосредственно. Никак. она отсылает к слишком большому количеству источников. Ну, колоды рубежа века. В данном случае я уже наметил вам суд неправедный. В случае с Соломоном и в случае с Гигером он приходит, он появляется. Изначально эта картина у Гигера называется «Дьявол». Дьявол целится в нас из-за рогатки Иисуса. И чем интересна эта карта? Картина представляет собой безупречный дисбаланс. Просто эталон дисбаланс. Несмотря на то, что руки Иисуса как рогатку действительно мы видим симметричными, тем не менее большей симметрии здесь нет ни в чем. Врага еще симметричны. Но они смещены относительно центр. Один попадает ровно в центральную позицию, другой смещен. Это очень сложно для интерпретации. Я опять же туда не полезу, у нас там считанные минуты остались. Тем более, что я на это потратил огромное количество страниц. В книге лучше навряд ли я сейчас смогу это сделать. В случае же с колодой Акрона, это тоже Акрон, два разных художника там работали над этими картинами, но в случае с Гигеровской колодой, я насколько понимаю, он просто взял разрешение у Гигера, все эти картины были задолго до, они все хорошо известны, но это сделалось с разрешения Гигера, то есть не просто собрал чужие картины, то есть Гигер все-таки очевидно принимал тоже какое-то участие, хотя бы пассивное. Здесь же речь идет о том, что карты во многом создавались, то есть изначально картины, которые используются в этой колоде, они совсем другие. Огромное количество новых деталей появляется и эта колода в полном смысле слова можно назвать, что это акроновская колода, потому что она как кроули была полностью продумана. Что там написано в первом слове? Аус Глэйх. Барванс? Но переводится это как? Знаете, я не владею немецким языком, но эта карта означает равновесие в колоде акрона. У него есть здоровенная книжка на эту тему. Он активно пользуется юнгианским аппаратом. И здесь речь идет смотрите о чем. Здесь впервые появляются те самые фигуры, которые казалось бы должны были появиться тут давным-давно. Ибо в христианской традиции, особенно в изводе протестантском, мы часто встречаем фигуры ангелы и демоны, которые являются благим и дурным советчиком. Начиная по крайней мере с рубежа 19-20 века эти фигуры растиражированы в огромном количестве, что художественной литературы, классической, причем, что кинопильма. И здесь мы видим Анубиса и Тота, которые спорят в данном случае за душу. Насколько она? А вот эта огромная душа? Ну, да. Ну, так скажем, субъект. А что у него в ушах? Он держит два яблока, это отсылает к выбору яблоку раздора. В данном случае два, и они Медина. А? Это усталый жакет кустов на ушах. И на самом деле действительно удивительно то, что никто до окроны не догадался представить вот эту фигуру. Это, конечно, очень банально и нарочито, но тем не менее, а фигуру благого и дурного советчика. Ну, вот некоторые экстравагантные версии этой же колоды. Здесь мне нравится то, что балансом для белого является черное, да, и стайдзе это позаимствовано. Это не разорванный, правда, деталей, но здесь-то он выполняет немножко иную функцию. Здесь речь идет о правосудии и она свеча. Здесь же в Виаторо заявлено тоже весьма интересным образом обыгранное с одной стороны судилище Анубиса, а с другой стороны оно представлено в телемической символике. Здесь не просто перу истинным, а сердце. Это сердце обвитое змеем, да, которое отсылает к есть любовь и любовь, да, есть голубь перу. Есть змей. Выбирай правильно. И вверху мы видим как раз фигуры Евы и Лилит, которые напоминают другую карту Кроули, в данном случае как раз карту связанную с выбором, карту братья или влюбленный. Здесь они представлены на карте правосудие, которая очень относительно соотносится с караулианской традицией. Здесь тоже есть ромб, структура караулианской карты это ромб, это отсылает нас к Кроули, но все остальное скорее напоминает нам определенные цитаты из текста в караули чем собственно караулианскую карту. Ну и вот еще одна версия в завершении это караули 21 века Мэрия Таро здесь мы видим впервые персонифицированную фигуру Маат. Столько раз были ссылки на ее перо истины и здесь мы видим саму Маат Маат а если вспомнить некоторых телемитов которые верили в новый Ион Ион Маат то можно сказать что это достаточно симптоматично что в 21 веке на этом аркане появляется эта фигура. В общем на этом у меня все я сегодня попытался сделать совсем иной план чем я разбирал в книге поэтому сразу же извиняюсь если кто-то рассчитывал на то что очень подробно разбирать какое-то отдельное изображение это просто в контексте лекции невозможно вот почти 60 страниц спасибо спасибо Спасибо.